Что касается приоритетности нашего института, действительно, у нас есть уникум в институте, у нас учится очень много иностранных студентов. На самом деле, наш институт был создан как раз в уникальном политическом, географическом месте на границе с Евросоюзом, с Эстонией. И в свое время он был создан, конечно же, для того, чтобы наше русскоязычное население получало востребованное и хорошее образование. Но времена меняются, но иностранных студентов у нас меньше не становится. У нас стали поступать студенты с других стран СНГ, с бывших республик СНГ, с восточных. И контингент иностранцев у нас достаточно высокий, более 60%. Чем мы условили востребованность? Для наших студентов и для иностранных. Но для иностранных, прежде всего, это получение качественного образования и недорогого образования. Потому что мы все понимаем, что уровень жизни в странах СНГ не везде достаточно высокий. И учиться в вузах московских, петербургских или каких-то других вузах, это достаточно накладно и достаточно сложно. Как в финансовом плане, в социально-бытовом плане и так далее. А у нас есть уникальность. Мы даем университетское образование. Мы являемся филиалом большого университета, государственного университета. И иностранцы, приезжая к нам в филиал, получают университетское образование, качественное образование. В том числе и наши, и российские студенты, также получают такое же университетское качественное образование. Поэтому плюс в чем? Не мы едем за образованием, а образование приезжает к нам в лице профессорского преподавательского состава. Дело в том, что к нам в филиал приезжают из Петербурга доктора наук-профессора, кандидаты наук. Остепененность нашего преподавательского состава достаточно высокая, поэтому здесь уровень образования действительно университетский. И по окончании нашего института мы не выдаем не свой диплом, а мы выдаем государственный университетский диплом, который подписывает ректор нашего большого университета. Вот в этом, наверное, очень большой плюс. То есть вы учитесь, по сути, в филиале, а заканчиваете большой университет. А второй плюс, в принципе, это тоже очень весомый плюс, особенно для наших, для местных ребят, для наших студентов. Ну, мы понимаем, что сейчас очень сложное время, оно экономически сложное, да, и по безопасности сложное. Поэтому, ну, родители иногда опасаются ребятишек отпускать в большие города. Ну, во-первых, нужно где-то там обосноваться, жить, если нет общежития, наверное, снимать квартиры. Это сейчас очень накладно. Где-то нужно там питаться, кормиться. И второй, большой мегаполис, там очень много различных соблазнов, которые могут, ну, не плачевно закончиться. Поэтому родители беспокоятся о безопасности своих ребятишек, своих детей. Вот в этом у нас очень большой плюс. Наши евангородские ребята, кингисевские ребята из соседних районов, там, Сосланцевского, Сволосовского и так далее, могут учиться здесь, рядышком, просто приезжать сюда к нам на занятия, проходить курс обучения, ехать домой, жить в своей семье, спокойно, безопасно, в нормальных, защищенных бытовых условиях, в комфорте. И опять же, по окончании нашего учебного заведения, получать университетское образование. И еще такой, наверное, немаловажный момент, что стоимость нашего обучения, она на порядок ниже, чем в больших университетах тех же мегаполисов, Москвы и Санкт-Петербурга. То есть, например, та же юриспруденция на факультете в Санкт-Петербурге, нашем университете, она стоит в два раза дороже. У нас дешевле. Мы одержим уровень региональных цен по контракту. Ну и еще вот мы сейчас начинаем развивать новые направления. У нас с этого года, вернее, с прошлого года открылось бюджетное направление в IT-технологиях. Оно очень востребованное, поэтому у нас есть бюджетные места. В этом году мы расширяем количество бюджетных мест. То есть, у нас будет уже порядка 40 бюджетных мест на факультете информационных технологий. И уже популярность тема набирает. У нас 14-го числа закрывается бюджетный набор. Практически мы уже бюджетных набрали. То есть, это ребята, которые обладают высоким баллом. Это ребята, которые, ну, понятно, на бюджет идут самый лучший ветерин, самый лучший студент, потому что у них высокий вступительный балл. Вообще, дальше, если говорить о нашем институте, мы хотим сделать, на самом деле, замкнутый цикл и начинать помучение с самых разов. То есть, когда человек, ну, не хочет, наверное, идти дальше в 11 класс и так далее, мы хотим открыть и занимаемся этим процессом. У нас уже практически, ну, на 50% этот вопрос реализован. Документы находятся в Москве, в Рособре. Значит, мы открываем факультет среднего профессионального образования. Чтобы к нам могли идти дети уже после 9 класса, получать среднее специальное образование по ряду там направлений, по ряду дисциплин. А потом с удовольствием в том же, в стенах того же нашего института уже получать высшую школу. Потому что наши дети, они уже адаптировались в наших стенах, они уже все здесь знают, мы знаем этих детей. Они просто переходят на квалифицированный другой уровень. Получая диплом о среднем, мы идем дальше получать высшую школу, высшее образование. И далее мы все прекрасно знаем, что Кингисевский район, это район достаточно уникальный не только в Ленинградской области, но и в Российской Федерации, потому что здесь концентрация промышленности очень высокая, мы видим, сколько у нас всего строится, не буду перечислять, об этом все знают. Но, естественно, там очень большая востребованность кадров и в переподготовке кадрового состава. То есть мы хотим сейчас, и этим направлением тоже уже занимаемся, отработать направление дополнительного профессионального образования. Что это такое? Это повышение квалификации, которое востребовано и положено в принципе и в учреждениях, и на предприятиях, и переподготовка кадрового состава под то или иной тренд, под те или иные специальности. Вот этими направлениями мы сейчас занимаемся, мы разрабатываем программы. Надеюсь, что среднее профессиональное образование у нас запустится либо к концу этого года, либо в начале следующего учебного года. А дополнительное образование, надеюсь, тоже в течение этого учебного года. Сейчас мы тоже занимаемся программой, лицензии у нас есть, мы отлицензированы по дополнительному образованию профессиональному. Утвердим программу, я думаю, что мы уже будем реализовывать в течение этого учебного года. Поэтому развитие нашего института, оно есть, у нас достаточно много действительно таких приоритетных моментов, и я с удовольствием приглашаю всех в наши стены посмотреть на нашу базу, посмотреть на наш уровень образования, ну и приходите, конечно, там учиться. Всем рады, сегодня у нас, конечно, очень торжественный, замечательный момент, у нас выпуск, выпуск, это всегда трогательно, это всегда торжественно, это всегда немножко печально, потому что это частичка жизни, которая вливается, студенты уходят, мы их обучили, мы им передали свои знания, они уходят в новую, совершенно современную жизнь, они стали специалистами, но 1 сентября придут нам новые ребятишки, из которых мы тоже будем делать настоящие полиционных кадров для нашей Родины России, Ленинградской области, для кинотехов. Так что ждем вас в наших стенах нашего городского филиала.